Человек, как бы он ни старался, не может спрятаться от мира. Рано или поздно мир его заметит, и соберется у порога его жилища, сгорающая от любопытства толпой, чтобы узнать, почему он прячется. По какому пути человек не пойдет, он обязательно изобретет лук и стрелы. Тяжкие минуты ум человеческий удивительно проясняется. Но человечеству предстоит пройти долгий путь, прежде чем подлинный прекрасный мир поселится в каждом сердце. Настоящий мир не наступит, пока будет скулить от страха, любого страха, хотя бы один человек. Род человеческий не добьется мера, пока не выбросит оружие, любое оружие, последний его обладатель. Если бы нетерпимость и существовала не дал ему докончить Максвелл, не понимаю, почему вы приходите в такое негодование? Ведь проявление подобного чувства бросает тень не на того, против кого оно направлено, а на того, кто его испытывает, поскольку он демонстрирует не только невоспитанность, но и глубокое невежество. Нет ничего глупее нетерпимости. Мысли, обычаи и убеждения со временем устаревают. Это можно прочитать на каждой странице вашей истории. Меняется мир и меняются люди и их взгляды. Вам никогда не приходило в голову, что экономика, о которой вы так тревожитесь, устарела и больше не приносит пользы. Что она сыграла свою роль в развитии человечества и мир пошел дальше. И теперь экономика – понятие историческое, нечто вроде бронтозавр. Из всех возможных комбинаций глупость и высокомерие хуже всего. В том, чтобы жить по правилам, нет благородства и радости тоже нет. Со временем ненависть перегорает и только тлеет, хотя и не исчезает. Человек должен сохранять что-нибудь старинное, быть верным чему-то, в чем слиты былые голоса и будущие надежды. Он попытался представить, как все происходило тогда, эти сто лет назад, когда ученые в конце концов признали, что космос человеку не под силу, и сдались. Кучка самых упрямых, самых упорных в своей мечте пошла другой дорогой. Дорогой, которой человек отказался идти, или что одно и то же, с которой свернул много лет назад, и с тех пор неустанно глумился над ней, заклемив ее словом «колдовство». Человек не может жить без идеалов и целей, ему надо поклоняться какому-то абстрактному герою. Смерть есть, и она близко, слишком близко, чтобы позволить себе роскошь отрицать ее. Безнадежное дело, конечно, это его одержимость, стремление доказать, что люди с земли добры и разумны. Потому что они довольно часто бывают и недобры, и неразумны. Человечество, наверное, просто еще не повзрослело. Да, земляне стремительно прогрессируют, они, случается, проявляют друг к другу сострадание, и даже способны понять друг друга, но как жалки их достижения во многих других областях. Никогда нам, людям, не выдержать испытания. Так уж мы устроены, мы только и способны на провал. У нас вывихнутая логика, скверные, ложные побуждения, и ничего нельзя с этим поделать. Мы по природе своей близоруки, себе любивы, самодовольны. Где уж нам сойти с убогой протаренной дорожки? Суеверие питается недостатком знания. Что-то всегда остается навечно. Хотя бы воспоминания об уютной теплой кухне, студеную зимнюю ночь, из детства. Одно время кумиром была наука. Она обладала логикой, смыслом, абсолютной точностью и охватывала все. От элементарных частиц до окраин Вселенной. Науке можно было доверять, потому что она прежде всего была обобщенной мудростью человечества. Человек вправе ожидать, что в мире без войны действительно будет покой. Жизнь – это бесценный дар, а не право, которое одному человеку надо оспаривать у другого. Единственная реальность, которой возможна жизнь – это настоящее. И жизнь идет рядом с ней, не отставая. А там, где она уже прошла, все ее следы тщательно уничтожаются. Память и пыль, подумал он, вот что связывает нас всех с прошлым. По сути, вы, люди, одинокое племя, начал Джо. Никто из вас по-настоящему не знает своих собратьев. Не знает потому, что между вами нет нужного взаимопонимания. Конечно, у вас есть дружба, но дружба – это основано всецело на эмоциях, а не на глубоком взаимопонимании. Да, вы можете ладить между собой, но опять же, за счет терпимости, а не за счет понимания. Вы умеете согласованно решать проблемы. Но что это за соглашение, кто посильнее духом подавляет того, кто послабее? Мы даже еще и старт не взяли, я о человечестве. То, чего оно добилось – мелочь перед тем, что ему еще предстоит. Ну, конечно, если в приливе дурного настроения, оно сперва не прикончит себя. Продолжение следует...